Друзья, всем привет, Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу, мы с вами разберем ситуацию на криптовалютном рынке. На биткоине и на антконах сейчас формируются довольно интересные моменты, которые должны с высокой вероятностью показать нам дальнейшие движения. Соответственно, ситуацию с вами рассмотрим в краткосрочном и среднесрочном ключе. Также хочу напомнить вам то, что я создал телеграм-канал для подписчиков. Там я делюсь своими соображениями в моменте. И еще там есть чат, где вы можете общаться друг с другом. Ладно, давайте не будем затягивать. Соответственно, начнем сразу с биткоина. По биткоину у нас довольно интересный момент. Вчера очень многих подписчиков в моем телеграм-канале испугало вот это вот движение, якобы все, слив, потому что действительно с уровня 9200, ну вот 9200 мы максимум показывали, люди ждут глобальной коррекции. Глобальную коррекцию, ну вообще по технике, мы можем с вами ожидать в уровне 5500-6000 долларов. Ну а здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что действительно вот у нас идет коррекция и сразу же ее начинают откупать. Данный уровень держит. Что касается конкретно ситуации вчерашней, давайте посмотрим на более мелком таймфрейме. Соответственно, вчера у нас полился биткоин, с ним полилась альта. Но хочу сказать, вот я и писал в чате, то что, друзья, давайте дождемся азиатской сессии. Активные торги по азиатской сессии начинаются где-то в час, в два ночи по Москве. И азиаты нам показали за свою сессию торговую, прям ровно азиатская сессия прошла, они показали нам локальный, уверенный, восходящий тренд. Что нам показывает, что уровень 7500 долларов является довольно неплохой поддержкой. На самом деле, довольно вот этот вот откуп, он уже был виден, потому что довольно большое количество объема на покупку было сосредоточено. Также я хотел бы отметить то, что этот уровень у нас не раз тестировался, каждый раз мы с вами выходили вверх. И реально все идет к тому, что на уровень 8000 долларов мы с вами вернемся с очень высокой вероятностью. Что касается краткосрочной ситуации, это уровень 7850, это совсем краткосрок. Что касается более среднесрочной ситуации, все-таки я тут рассматриваю уровень 8000 долларов, консолидация БКВИК. И дальше надо, конечно, будет смотреть в моменте, но вероятнее всего все-таки возврат к уровню 8250, ну и возможно там дольют объему. Почему сейчас я не рассматриваю жесткий пролив? Потому что каждая попытка на жесткий пролив у нас с вами заканчивается тем, что актив откупает. И действительно довольно серьезные объемы каждый раз здесь появляются, как только начинаются какие-то намеки на панические сливы. И на самом деле, если рассматривать данное движение в рамках более глобальных, это обыкновенная консолидация. И здесь вот совсем локально мы просто сорвали стопы людям, которые держали уровень 8000 долларов. Как правило, сами знаете, после срыва стопов и удержания поддержки у нас с вами идет дальнейший пробой уровня, соответственно, на котором мы находились. Поэтому среднесрочно я говорю, что пробой уровень 8200. Ну вот я говорю среднесрочно 8200, на самом деле, конечно, среднесрочно я ожидаю 8500. Но вот чтобы наверняка, как говорится, и на большую аудиторию, это уровень 8200. Плюс не стоит забывать то, что вот этот уровень на самом деле довольно неплохое сопротивление, даже если смотреть там в историю. То есть все время мы бились об этот уровень. Что касается точки входа, по крайней мере рынок без манипуляторов. Сейчас рынок живет своей жизнью, манипуляторов как таковых на рынке не наблюдается. Все это дело откупает. И, в принципе, довольно рискованная, но все-таки неплохая точка входа, я считаю, для локального трейда. Разумеется, не на все деньги, друзья. По поводу Ripple, еще вот тут я писал в Telegram канале, что если мы не пробиваем уровень 43.5 и консолидируемся здесь, потому что здесь действительно довольно большое сосредоточение продавцов было, то лучше актив фиксировать. Сам себя не послушал, актив не стал фиксировать. Собственно говоря, увидели откат. Откат в уровень 38 центов. Это полная фигня, потому что поддержка у нас с вами серьезная находится на 37 центах. Я вам напомню. 37.5 даже. Да, 37.36. Ну, 37 центов плюс-минус с копейками. Вот, поэтому даже до этого сопротивления мы еще не дошли, до этой поддержки мы еще с вами не дошли, а актив уже довольно неплохо откупает. Тоже считаю, что здесь, ну, опять же, не на все бабки, хотя и вижу, что здесь в любом случае у нас будет ретест уровня 0.42.5. Ну, точка входа неплохая для локального трейда. Что касается моих сделок, напомню, что средняя цена закупа у меня по 41 центу. Но, друзья, как говорил еще Уоррен Баффет, на рынке выигрывает только тот, кто умеет ждать. У кого хорошо развита терпеливость. Ну, разумеется, все это должно быть подкреплено как технически, так и фундаментально. Фундаментально причин сейчас больших падать нету, технически тоже сейчас причин больших падать нету. Поэтому, тоже как локальный трейд, я считаю, что здесь, ну, довольно неплохая точка входа. Что касается вообще всей этой информации, можно ли ее рассматривать как фазу распределения? Напомню то, что я на протяжении, не знаю, наверное, уже полугода последнего или больше. Давайте на битке это лучше видно. Вот, говорил то, что это очевиднейшая фаза накопления. То есть, здесь в очевидном порядке набирались объемы. Собственно говоря, ну, что мы увидели уже там вот последние два месяца. Но стоит ли рассматривать данную ситуацию как ситуация с распределением? Определенно нет. То есть, здесь скорее идет до набор позиций. То есть, здесь уровень специально держат для того, чтобы еще вошли пассажиры. И я, если честно, думаю, что, ну, уже в более долгосрочной перспективе, вот, уровень 8800 долларов мы с вами должны будем пробить. Довольно часто сейчас говорят то, что биткоин пойдет на 10 тысяч долларов. А на 10 тысяч долларов он не пойдет у нас, потому что идет уже довольно серьезная стена сопротивления на уровне 9600. Если действительно здесь, как говорится, взять яйца в кулак и дождаться этого роста, то на уровне 9400, я думаю, серьезно надо фиксировать свои позиции. Хотя, фиг его знает, здесь могут и очень сильно панически подхватить. Тогда у нас сопротивление будет 12 тысяч. Еще раз говорю, это долгосрочная ситуация. То есть, как я ее вижу, поэтому пока что не стоит здесь очень серьезно к этому относиться. Смотреть актив стоит локально. Локально мы видим то, что азиаты у нас нацелены на продолжение роста. В принципе, рынок откупается, все уровни держатся. Поэтому какой-то серьезной причины для паники, ну, я здесь, честно говоря, не вижу. Поэтому абсолютно спокойно держу свою позицию. И, если честно, даже какого-то намека на переживания и на нервозность у меня сейчас нет. Лайк, подписка, комментарий. Работаем.